Куда вы попадёте? Мистер Дидат. Микрофон? Ага. Я верю, что по милосердию Божьему я попаду на небеса, если на то будет воля Аллаха. А как Бог переносит человека на небеса? Знаете, это самоуверенность, которую вы проявляете, и которую проявляют ваши друзья-сектанты. Вот меня это поражает, что христиане еле передвигают ноги, когда идут к микрофону. В первую очередь. Раз за разом вы набираетесь смелости, чтобы прийти и терять время. Вы что-то говорите и ожидаете ответа. Я... Послушайте. Я смиренен. Я не такой горделивый и самонадеянный, какими были иудеи во времена Иисуса. У вас есть привилегия быть настолько горделивым, насколько хотите. А я смиренен. Я считаю, что по милосердию Бога, по Его могуществу, я надеюсь, если будет на то Божья воля, что получу довольство Бога. Я вас проклинал? Нет, вы себя сами проклинайте. Горделиво стоять, как вы стоите сейчас. И ваши друзья-христиане здесь, на углу, сбежать готовые. Посмотрите, посмотрите на них. Вот так? Вот так воспитаны люди. Вот так себя ведут христиане. Посмотрите на это. Посмотрите на поведение. Это полный позор для утвердившихся христиан. Да, мой друг, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. Это как страдать от галлюцинаций. Смотрите, люди думают, что они на верном пути. А на самом деле они ослушаются приказов Бога. Вместо поклонения Богу, они поклоняются сотворенному, рожденному от девушки еврейки. И вы говорите, вот ваш Господь. И из-за этого мы говорим, что вы идете в ад. И для вас другого выхода нет. Ведь вы приписываете божественность сотворенному человеку, который никогда не утверждал, что он Бог. Понимаете? Этот человек был рожден 2000 лет назад. И он был обрезан на 8 день. Он пил молоко из груди матери. Он мочил пеленки. Вот смотри, когда выступал оратор, ты все время с ним соглашался. Я наблюдал за тобой. Ты все время с ним соглашался. Но помимо сознательного анализа, есть еще подспудный, подсознательный анализ. Ты думаешь, что ты находишься на правильном пути. Но на самом деле ты, дитя мое, на неверном пути. Иисус Христос никогда не говорил, что он Бог. Нигде. Он не говорил, поклоняйтесь мне. Нигде. И если у вас церковь, если у вас есть церковь, ваш священник, отец, епископ, попросите его организовать встречу. Мы придем и выслушаем его. Все, о чем вы сказали. А потом мы зададим ему вопросы. И уверяю вас, вашего священника или попа это озадачит. Они никому не позволяют задавать им вопросы. Здесь христианские миссионеры. Они выступают с лекциями. Но у них нет такой смелости и убежденности, чтобы позволить мусульманам задавать им вопросы. Они просто скармливают людям свое. А с вами мы так не поступаем. Мы даем вам справедливую возможность, как вы признали. Но люди еле волочат ноги к микрофону. С чем вы тоже согласны? Вы должны первым приходить. А когда люди еле ноги передвигают, идя к микрофону. Так что, послушайте, вы были там, люди сюда пришли, а у вас столько времени заняло сюда прийти. Вы последний. Да благословит вас Бог. Но послушайте, давайте, организуйте встречу. Или диалог, или дискуссию, или дебаты. Вперед, организовывайте. Встретимся с вами на вашей территории. Спасибо, сэр. Леди и джентльмены, к сожалению, времени не осталось. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.